И еще одна интересная штука в Prezi, теперь здесь есть графический редактор. Для этого на главной странице в панели слева мы выбираем «Designs» и можем посмотреть коллекцию шаблонов. Нажимаем вот сюда, и здесь при помощи категории слева вы можете выбрать тот шаблон, который вам нужен. Например, инфографики, слайды, какая-то статистика, постеры, плакаты, посты для социальных сетей и так далее. Вы можете выбрать готовый шаблон и отредактировать его, либо на части чистого листа в редакторе, нажав сюда на белую штучечку, на белый объект в каждой категории. И еще одна интересная штука в Prezi, это возможность записывать видео. Для этого нужно перейти в меню слева, в вкладку «Видеос», и как вы видите, у меня тут уже несколько видео есть. Давайте попробуем сделать еще одно. Нажимаем на «Create new video». Первое, что у нас происходит, это Prezi подключается к вашей веб-камере на компьютере, либо на ноутбуке. И уже сейчас вы видите, что транслируется запись с моей веб-камеры. Вот так будет выглядеть само видео, которое я буду снимать. У нас в левом нижнем углу есть три иконки, они при помощи этих иконок вы можете выбирать формат демонстрации. Первое, это у вас демонстрируется только запись с видеокамеры. Второе, у вас демонстрируется запись с видеокамеры и презентация. И третье, это только презентация. Остановлюсь на втором. Справа у нас есть шаблоны с презентациями. Кликая на них, вы можете посмотреть, как они будут выглядеть в вашем видео и выбрать тот, который вам понравится. Но нужно обратить внимание на то, что в этих шаблонах нельзя редактировать шрифты. Соответственно, не все шрифты поддерживают кириллицу и не все вы сможете использовать. Но достаточно много тех, которые поддерживают, поэтому нужно просто посмотреть. Я выберу вот этот, он мне нравится и он поддерживает кириллицу. Вот данные шаблоны, в них вы можете вставлять только текст и картинку. Больше никакой контент не может вставлять. Помимо вот этих стандартных, можно посмотреть другие шаблоны. Они находятся во вкладке Reusable Videos. И это шаблоны, которые сделали пользователи Prezi и использовали их в своих видео. Можете выбрать что-то отсюда. Тут есть темы, возможно, какая-то тема будет очень близка вашей. И вы сможете просто, ну, очень, грубо говоря, перевести контент. Можете заменить пару картинок и использовать. После того, как мы выбрали шаблон, нажимаем кнопку Next Step. И переходим к наполнению нашей презентации. Как я уже говорила, вы можете добавить только текст, вписав его в соответствующее поле. И добавить картинку. Картинку можно выбрать из предложенных в библиотеке, либо загрузить с компьютера при помощи вот этой кнопки. Чтобы добавить еще один слайд, в верхней панели есть кнопка Add Frame. Редактируем точно так же. Вы можете добавить столько слайдов, сколько вам нужно. После этого нажимаем кнопку Next Step. И здесь вы еще раз можете проверить все функции, посмотреть ваши слайды. И будьте внимательны, когда вы включаете режим демонстрации презентации, демонстрируется только картинка, без текста. Чтобы начать запись видео, нужно нажать вот на этот красный кружочек. Я вернусь к первому слайду и включаю запись видео. У вас начнется обратный отчет и запись автоматически включится. Во время записи вы можете менять форматы и можете менять слайды. Обратите внимание, что в бесплатной версии запись видео ограничена 15 минутами. Это можно видеть вот здесь снизу. Вы можете поставить видео на паузу при помощи кнопки паузы. И далее вернуться к записи. У вас начнется обратный отчет и запись автоматически включится. Когда вы закончите комментировать вашу презентацию и решите, что все видео закончено, нужно нажать Done Recording. Далее вы можете проверить то, что у вас получилось, нажав на Play, посмотреть ваше видео. И если, например, в начале вы еще немножко собирались, а в конце долго выключали, и вы бы хотели подкадрировать ваше видео, обрезать его чуть сначала, чуть с конца, есть кнопочка Trim вот здесь с ножничками. Нажимаете на нее, регулируете бегунки на столько секунд, на сколько вам нужно обрезать, нажимаете Done и наше видео обрезалось. Далее Save Video, и наше видео начинает конвертироваться автоматически. Вам нужно выбрать политику конфиденциальности, то есть либо видео будет доступно только по ссылке, либо оно будет в публичном доступе, и администраторы сайта смогут его при желании их добавить во вкладку Reusable, которую мы уже видели. Видео сконвертировалось, и в рамках платного аккаунта его можно скачать на компьютер. В рамках бесплатного вы можете скопировать ссылку, нажав на кнопку Copy Link. Она автоматически копируется в буфер обмена, и далее эту ссылку вы можете передать другим пользователям, либо вставить в ваш электронный курс, письмо или еще куда-то. Еще один плюс в прежде видео в том, что его можно тут же интегрировать в ваш Google класс, если вы пользуетесь данным сервисом. Для этого есть специальная кнопка вот здесь. Но, как вы заметили, в тех презентациях, я уже говорила об этом, есть возможность добавлять только текст и картинку. Если вы хотите сделать более подробную презентацию, вставить туда другой контент, и чтобы она была немного или много сложнее, то вот здесь вот на главной странице мы выбираем не вот эту кнопку, а выбираем четвертую, Advanced Create. Вниз прокручиваем, выбираем Create Now. И здесь уже мы можем использовать другие шаблоны для презентации во время видео. Их можно было увидеть еще в той большой коллекции обычных презентаций. Под них есть специальная категория, она называется Video Templates. И здесь вы видите, что они сделаны специально для съемок видео, и они немного сложнее, чем те, что предлагаются. То есть здесь уже презентации состоят из топиков, в которые можно добавить обычные ваши слайды стандартные. Вот вы можете выбрать ту, которая вам нравится, либо воспользоваться белым листом, который на главной странице в презентациях находится. Если вы сделаете презентацию с нуля, с белого листа, и захотите снять видео с ней, то здесь вот рядом с кнопочкой Present есть кнопка Create Video. Нажимаете на нее, и алгоритм тот же самый, что и при записи видео с шаблонной презентацией. Давайте разберем вот эти шаблоны. Можно выбрать какой-нибудь, например, вот этот. И если вы выбираете шаблон для видео, то здесь первое, что вам предлагают, это не изменить задний фон, а добавить камеру. То есть здесь у нас сразу включается возможность видеозаписи. Вы выбираете видеокамеру, и можете переходить к записи видео. Обратите внимание, что когда мы работаем с шаблоном в редакторе, у нас есть задний фон, здесь это вот какая-то картинка, но все топики и все слайды, соответственно, будут находиться справа. Поэтому, когда вы делаете презентацию, например, с чистого листа, или хотите взять шаблон, который предлагается не для съемок видео, а просто какой-то в Prezi, учтите, что, например, если вы будете в кадре находиться слева, то все объекты лучше расположить справа. Здесь точно так же у нас есть топики, и в топиках находятся слайды. Как и в обычном редакторе Prezi, вы можете добавлять сюда разные объекты, редактировать текст и так далее. После того, как вы закончили редактировать презентацию, если, например, у нас было открыто что-то другое, например, картинки, вам нужно нажать на кнопку Create Video, выбрать вашу веб-камеру и нажать Record Video. И мы сразу переходим на экран записи. Здесь точно так же есть три формата, когда у вас только веб-камера, веб-камера и ваша презентация, и только презентация. Но здесь уже в презентации будут открываться ваши слайды. Соответственно, вы можете демонстрировать не только картинку, но и картинку, текст, несколько картинок, только текст. В общем, все то, что вы добавите в редакторе на ваши слайды. Остальной алгоритм точно такой же. Нажимаете на красную кнопку, записываете, останавливаете запись и делитесь ссылкой на видео. Все ваши видео и презентации будут сохраняться на главной странице в соответствующих укладках, то есть видео будут сохраняться в видео, а презентации будут сохраняться в презентациях. И вы в любой момент, любого устройства, при помощи вашего аккаунта будете иметь доступ к вашим материалам. Очень советую разорваться с данным сервисом, так как он открывает много возможностей для того, чтобы делать очень красивые презентации. и для того, чтобы снимать коротенькие видео.